Его нельзя не заметить. Уж больно непривычная картина возникает перед твоими глазами. Только что были холмы, превосходящие размерами любые дома, а тут вдруг творения рук человеческих берут верх. Мы с Александром Дашевским приехали в Бенедорм. Узнаваемая панорама, которую хорошо знают даже за пределами Испании, невероятный Бенедорм. Саша, это самое крутое место на Коста-Бланка? Считается одним из самых популярных направлений, куда люди приезжают отдыхать. Но насколько это город, скажем так, летнего образца? Ты знаешь, раньше был город летнего образца, наверное, лет пять назад, семь лет назад. Это был туристический город, который жил только летом. На сегодняшний день, конечно, круглый год, здесь много людей. Зимой немного поменьше, на самом деле живет полностью, круглый год. Ну, то есть, вот в этих вот домах по-прежнему покупают, и даже если покупают иностранцы, они все равно приезжают сюда еще и зимой пожить. Зимой чаще даже приезжают иностранцы, они сюда приезжают, чтобы подышать воздухом, посмотреть на солнце. Странно, вот смотрю на эту панорамму, не вижу большого количества кранов. Вот там один, ну, в основном, ну, там еще парочка. Да, конечно, Коста-Бланка-Юг, где находятся урила Коста и Терревиеха, количество кранов просто удивляет. Здесь стройки только начинаются, и все больше и больше становится. Основная масса строительства здесь происходит в Финистрате и Сера-Картина, так называемые районы города Бенедорма. Вот там огромное количество кранов. Но Финистрат, вот он далеко отсюда виден, но все равно он на холмах. 4 километра. Как ты оцениваешь его перспективы? Все-таки сам по себе район красивый, виды сумасшедшие, но тем не менее не только же видами жив. Я предполагаю, что здесь произойдет то же самое, что произошло в Урилла Коста и Терревиехе. Они срослись вместе. И Финистрат и Бенедорм срастутся, стройки будут соединяться, и два города соединятся, и будет большой красивый мегаполис с видами на море. Что сейчас, почему в Бенедорме? Стоимость недвижимости, если мы говорим о вторичном жилье, квартиру с какими-то видами, с частичными, можно купить уже за 150 тысяч. Конечно, есть предложение и по 80, по 100 тысяч в Бенедорме, но это старое веткое жилье, которому 30-40 лет. Саша, можно про такую квартиру сказать, что это относительно бюджетный вариант для Бенедорма? Вроде как комплекс хороший и недалеко от моря, но сама квартира небольшая. Таких квартир строили всегда мало. Квартира с одной спальней не пользовалась раньше популярностью. Стандартная эта квартира с двумя спальнями и большая гостиная, то есть по-нашему трехкомнатная квартира. И в этом доме только один стояк вот таких квартир. Стоимость бюджетная, сам понимаешь. Когда их начинали строить, стоимость была, конечно, гораздо выше. Это до кризиса дом был построен в 2008 году. Сейчас средняя стоимость 115-130 тысяч. Данная квартира 125, но я думаю, что квартиру можно понизить в цене, поговорив с собственником, если заинтересуется. Если говорить о домах, дома в самом городе Бенедорме не строят. Это высотные здания в основном, это за городом, именно в этих местах серая картина и финистрат. Там дома в среднем стоят от 300 тысяч и выше. Стандартно это 500 тысяч. В принципе, по такой недвижимости можно получить еще и золотой вид. Новостройки с видом на море. Редкость или можно что-то найти? Да, конечно, есть немногочисленные, но весьма интересные варианты. Я скажу, что рост строительства происходит. Да, самое главное даже не в этой стороне, а вот в той. Всем новостройкам новостройка. Теперь понимаешь, почему я люблю Бенедорме, потому что любая новостройка в Бенедорме, она имеет два эффекта. Первый эффект – это новое жилье красиво, но самое главное здесь виды. Мамочки мои! Это и есть твои любимые Бенедормы, да? Он стоит того. Я думаю, что он стоит того. Слушай, ну вот здесь я вижу, новостроек как раз не очень много, но кранов-то практически нет. Это перспективная часть, потому что здесь как раз в этой части Бенедорма большое количество свободных земель, где будут в будущем стройки строиться. И, соответственно, он поменяется у нас по статусности. Будет более выгодным и более дорогим по капиталовложению. Но смотри, вот эту зеленую территорию убирать не будут. Вот здесь уже все. На сегодняшний день это парковая зона, конечно, да. Когда стройки закончатся за нами, то это все облагородят. Но, тем не менее, дискотеки и мальчишники – это все здорово для тех, кто приезжает, но не совсем здорово для тех, кто живет постоянно и хочет самому относительно такой спокойный уголок. Это не спокойный уголок на самом деле. Бенедорм как раз для тех, кто любит активную жизнь. Думс, думс. Музыка постоянно. Здесь американские горки, здесь аквапарки, зоопарки. Много развлечений. Именно активная жизнь. Многие жители, допустим, Таревьехи, Орелла Коста, приезжают на выходные сюда потусить. Берут отель. Вот я в том числе с моей семьей приезжаем сюда. На субботу, воскресенье взяли отель, пожили. Хотя мы живем здесь отсюда 100 километров. Но это комфортно получается. Как бы в отпуск. Песчаная полоса здесь не такая уж и большая, но и, собственно, она не такая уж и маленькая. Если брать по престижности, можно сказать, что эта часть Бенедорма более престижная, там менее. Как считается по статистике, по спросу пляжей, конечно, та часть, вторая часть пляжа Леванте более используется спросом. Там больше дискотек, там больше новых зданий. Здесь перспективное место. Я смотрю, вот внизу у нас находятся здания старые, которые со временем снесут и поставят опять по 40-50 этажей большие дома. Насколько, на твой взгляд, это тусовочное место и все-таки главная цель покупателя недвижимости в Бенедорме? Это постоянное место жительства или все-таки инвестиции и сдача в аренду? И то, и другое. Объясню почему. Потому что сам город Бенедорм славен тем, что сюда, например, приезжают из Англии мальчишники, девичники на свадьбу проводят. А это значит, здесь огромное количество дискотек, клубов, которые работают круглый год. Это очень важно. Соответственно, люди снимают недвижимость в отелях и, соответственно, снимают недвижимость в квартире. Самое тусовочное место? Ну, мне нравится. Мы сюда приезжаем, как я и говорил, очень часто. Англичан больше всего? Хочу сказать, что вот если пройти сюда буквально метров 100-200, в ту зону, там практически все говорят на английском языке. В бар заходишь, начинаешь говорить на испанском, никто не понимает. В баре официанты не знают. А по-русски? Не знают. Чисто английский район. Ну, а из чисто английского района мы отправились в чисто интернациональный. Догадались? Все верно. В Таревьеху. Субтитры создавал DimaTorzok